Всех приветствую! Продолжаю ознакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографии. Жоз или Йоз Леферинг, известен по документам с 1493 по 1508 год, французский художник авеньонской школы. Я пользуюсь Википедией. Леферингс, выходец из города Эйна в округе Камбре, был последним крупным мастером авеньонской школы Живы. До того времени, как исследователь его творчества Чарльз Стерлинг аргументированно объединил несколько разных произведений под именем Леферингс, семь картин из жизни Святого Себастьяна, хранящиеся в разных музеях мира, числились за так называемым мастером Святого Себастьяна. Исследователь смог доказать, что мастер Святого Себастьяна и Йоз Леферингс – это один и тот же художник. В его жизни сохранилось совсем немного данных. Согласно документам, он с 1493 года до самой смерти, случившейся между 1505 и 1508 годами, постоянно жил в Марселе, но иногда уезжал в Экс-Сан-Прованс. Известно также, что он был женат на дочери Жана Шанжене, самого крупного художника авеньонской школы в то время. В 1497 году аббатство Святого Себастьяна Нотердам-дес-Акуль в Марселе заказало Йозу Леферингсу и схожему по стилю живописцу Бернандина Симонди из Пьемонта – алтарь со сценами жизни Святого Себастьяна. Алтарь был исполнен в 1498 году практически одним Леферингсом, поскольку Симонди вскоре после получения заказа скончался. В начале XX века этот алтарь был распродан по частям. Сегодня четыре панно от него хранятся в Филаделье, в Музее искусства и по одному в Балтимор, в Художественной галерее Уолтерса, в Риме, в Национальной галерее Палаццо, в Арбенине и в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург. Это единственное произведение, в отношении которого сохранились какие-то документы. Все остальные работы приписываются Леферингсу на основе стилистического анализа. По своему происхождению Леферингс принадлежал к нидерландской культуре, которая оказала влияние на иконографию его картин, трактовку пейзажа и технику живописи. Воздействие пимонской живописи, очень сильное в Провансе в конце XV века, проявилось в его творчестве, судя по всему, благодаря сотрудничеству с Бернандино Симонди. Но Леферингс был в первую очередь прованским художником, который спустя полвека возродил великую традицию своего предшественника Ангерана Картона. Чистый свет подчеркивает простые объемы монументальных композиций, сочетается благородство фигур и издержанная эпатетия. О Леферингсе, как о живом, последний раз в документах написано в 1505 году. Документ от 1508 года сообщает о нем как об умершем. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике Авеньонской школы Жрос или Йос Леферингс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.